Потому что, когда мы это делаем, то люди говорят, Майк, спасибо тебе и твоей команде. Во дворе стоял танк украинский, он стрелял прямой наводкой по квартире. Слышали, они микрофон кинули в разбитую машину, кричали, это вам за референдум. На украинском языке все это звучало. Это вам за референдум, за кого вы голосовали и комментировали, о, попал. Развлекалово, попал, не попал. Развлекалово было. О, попал, все, понимаете. Потом начали наши дома поджигать. Поджигались верхних этажей, с 9, 8, все опускалось вниз. Был очень сильный ветер. Просто в квартире, где стояки электрические, вот это стояк, гул стоял. Пожар по стояку опускался вниз, да. Тушили пожар с бойлера, да, тряпками, какими-то палками. Балки сверху падали. Это так страшно было. Обугленное, горячее, все летело вниз. Это мы ночь. У меня было бесчисленное количество интервью здесь, благодаря которым я смог осознать силу духа и силу воли людей, которые живут на Донбассе. А особенно меня поразило, что я журналист из агрессивной недружественной страны, которая является самым большим агрессором. И вот я в Луганске разговариваю с людьми в городе, куда специально Украина использовала «Шторм Шэдоу», ракеты, которые производятся именно моей страной. Мои соотечественники напрямую виноваты в том, что происходит, в частности, с жителями Луганска. В их страданиях и смертях прямая вина моих соотечественников. И несмотря на это, я не видел никакой ненависти в их сердцах. Вообще никакой ненависти, направленной даже на моих соотечественников. Не то, чтобы на меня. Вот настолько велик уровень доброты и понимания в сердцах этих людей. Это делает осознание тех преступлений, которые совершает мое правительство, еще ярче и сильнее. И поэтому я еще больше хочу продолжать свою борьбу. Мариуполь еще в 2014 году сделал свой выбор. Но после провозглашения ДНР в город буквально ворвались в СССР. 9 мая 2014 года сюда зашли батальоны «Азов». Люди оказали сопротивление. Они голыми руками пытались перевернуть БТР. Мирные жители, которые сидели, мужчины праздновали, их просто-напросто многих расстреляли. Спалили точно так же городскую милицию, потому что они отказались подчиняться и сдавать оружие «Азову». Январь 2015 года по приказу Порошенко обстреляли Восточный. Это провокация. Все 8 лет ВСУ контролировали город Мариуполь. А бойцы «Азова» держали в страхе местных жителей. Украина готовилась к войне с Донбассом давно. А в феврале 2022 года ВСУ стали располагать военную технику в домах местных жителей. На Восточный заезжали военные машины «Грады». БМП остановились за домами и между домами. Утром 23 февраля в Мариуполе начался обстрел со стороны ВСУ. 15 минут 6-го со стороны Восточного блокпоста начался обстрел. И ракеты, они были красного цвета, они пошли в район моей школы. Это в частном секторе. Практически в каждом дворе стояла военная техника. На моем учебном заведении в районе стадиона установили «Грады». 4 марта с самого утра шел ГУ. Увидела о том, что горит газовая подстанция. Мой ребенок взял телефон и побежал фотографировать данное зрелище. И буквально через 5 минут ворвались трое вооруженных людей с автоматами. После чего они забрали моего сына и увели. Сейчас я успокоюсь. Как раз в этот период шел обстрел. Я случайно подошла к дому и начала кричать, где находятся военные, ребята военные. Из подвала мне начали кричать, поднимайся на 9 этаж. Они у меня вообще спрашивали, а как ты нас нашла? Я говорю, Господь привел. А ребенок у меня священник. Они начали звонить своему руководству, что с нами делать. Нас отпустили. И при выходе один из мальчиков сказал... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok